Помочь Украине в ее нынешних сложнейших обстоятельствах готов и таможенный союз. Лидеры России, Беларуси и Казахстана на встрече в Москве еще раз подчеркнули необходимость сохранений сильной промышленно развитой Украины как ключевого экономического партнера союза, а в перспективе, возможно, и его члена. Украинскую тему не могли не затронуть и лидеры стран таможенного союза и единого экономического пространства. Хотя формально главы России, Беларуси и Казахстана собрались в Москве для обсуждения ключевых направлений интеграционного взаимодействия. Ключевой экономический партнер таможенного союза – Украина. Нас объединяют тесные промышленные и торговые связи. Украинцы входят в зону свободной торговли СНГ. Экстраординарная ситуация, сложившаяся на Украине, вызывает серьезное беспокойство. Украинская экономика находится в тяжелом, если не сказать, в тяжелейшем кризисе. Возможно, негативные последствия и для рынка таможенного союза. Поэтому нужно вместе подумать над тем, чтобы предпринять в целях защиты наших производителей и экспортеров, а также мира, а также проработать параметры дальнейшего взаимодействия с Украиной. Безусловно, нам нужно сделать все, чтобы помочь нашим партнерам выйти из той сложной ситуации, в которой они сегодня находятся. Такое внимание лидеров России, Беларуси и Казахстана к украинской тематике вполне обосновано. Во-первых, Украина – ключевой экономический партнер таможенного союза. Во-вторых, страна не чужая. А главное, у трех братских стран есть необходимый экономический и иной потенциал для оказания помощи бывшей Советской Республике и желание эту помощь оказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!